Привет, друзья, я в Канкунь. О Канкунье, о въезде для граждан СНГ. В этом аэропорту уже просто ходят такие слухи. Обросло всё легендами. Разберёмся, друзья. Будем искать оптимальные варианты. Вот он сам, паспортный контроль. Зловещее место для Средней Азии. Самая коррумпированная площадка. Аэропорт Канкунь. Доллар 17,50. 17,5 песо за доллар. Вот этих ребят лучше не арендовать, они депозиты не возвращают. Вот. К вопросу о том, что вот такая карта, резидент-карт Евросоюза или второй паспорт, он просто крайне необходим даже для того, чтобы въехать в Мексику с разными там паспортами СНГшными. То есть, имея даже ВНЖ Польши, рабочую визу в Польше, для вас открывается также и въезд в Мексику. И также вы сможете подать на американскую визу в Варшаве или в Кракове. Сейчас нужно купить сим-карту, нужна сотовая связь. Вот в этой кафешке готовил и семью из Украины, и ребята из Таджикистана встречались. А вот здесь можно купить сим-карту за 200 песо, а не за 50 долларов, как мне вот хотели сейчас продать. Ну тут вообще нормальные тарифы, 200 песо, я всегда ее покупаю, сюда входит безлимитный Facebook, Instagram, ну то, что нужно. Девчонки уже взяли мой телефон, сейчас помогают поменять сим-карту. Прям до боли знакомая родная кафешка, а там вот, кстати, можно поменять валюту, доллары на песо. Там более-менее нормальный курс, не 17.50 за 1 доллар, я думаю, тут 18.20. Вот решил из Канкун поехать в Плайо-Тель-Карман. Это наш Ниссан, сколько людей проехало на этой машине. Даже видео есть с семьей из Таджикистана, которая уже давно в США. Да, машина такая, помнит очень многих. До Плайо-Тель-Карман осталось 30 километров. Завтра хочу понырять с ребятами, которые обучаются у Сергея дайвингу, которые потом будут работать на американских дайв-спотах, вернее, дайв-сайтах и в американских клубах, которые проходят сейчас в Мексике курс дайвинга. В Мексике классная погода. Очень много знакомых вообще сейчас только встретил. В общем, здорово здесь. Приезжайте, я буду тут.